Впервые Казаков сел на мотоцикл еще в 15. Сам родом из Комсомольска на Амуре после службы переехал в Приморье. В Уссурийске он продолжил тренировки под руководством Сергея Шевченко. Благодаря таланту своему и тренера он ворвался на Олимп мирового мотоспорта. В 1975 году стал бронзовым призером чемпионата мира. Вся страна ждала от Казакова первое место на следующий год, но постоянные травмы вставали на пути карьеры молодого гонщика. Звание чемпиона мира Сергей Казаков завоевал только в 1982 году в Германии. Но лучшая награда ждала его дома. Родился сын. Мне с женой очень повезло в жизни. Если бы не жена, я вряд ли стал добиться таких результатов. Потому что она всегда была терпеливая, всегда после травм меня выхаживала. И никогда не было никаких упоров, что у меня долго дома нет. Через год Сергей Казаков подтвердил свой титул. И в командном зачете его участие не раз выводило сборную Советского Союза на вершину пьедестала. Даже когда казалось, что шансов на победу уже нет. Как в 1984-м. Тогда основная борьба шла между СССР и Швецией. Я, честно говоря, не надеялся выиграть этот заезд. Со старта у меня тактика стартовать с наружной дорожки, потом пропускать и во внутрь заезжать. Я так и сделал. Доезжая до второго поворота, мне машет стоп. Остановка заезда. Думаю, больше такого у меня не получится. А сын просто, он погорячился немножко, увидел, что я его обгоняю, резко газ открыл и упал. И все, получилось. Русские впереди. В Уссурийске мотогонки на льду всегда проходили на городских стадионах. Один из заездов здесь закончился серьезной аварией для Сергея Казакова. Вместе с мотоциклом гонщик оказался на трибуне. Но это не самое страшное падение. Тяжелые травмы еще поджидали мотоциклиста. Мы зацепились, я с выхода поворота долетел сюда до середины. И стойку стартовую ногой сломал. Ну и нога, естественно, сломалась. Самолет его заносили на руках, потому что невозможно было. Кресло сдвигали и просили пассажиров, чтобы они осели на другие места. Кресло откидывали и сопровождали его. Машину и заказывали. Ходить будет, но в спорт не ногой. Таков был вертик столичных докторов. К ним Казаков больше не поехал. Владивостокский хирург Евгений Костин заново перебрал ногу. Спустя два месяца гонщик оставил костыли и вернулся к тренировкам. Лучше его нет. Если бы не этот доктор, то очень много спортсменов, мотоспорта. Давно бы перестали заниматься этим видом спорта. А вот лицо спасали берлинские врачи. После гонки в Германии Сергею Казакову наложили 78 швов. Это мелкие швы, это незначительно. Это просто лицевые швы. Их было много, потому что делали это в Берлине. У нас бы наложили, допустим, не 70, а там 7. Это точная копия мотоцикла, который помог стать Казакову чемпионом мира. Его он собирал сам. Как и любой другой мотоцикл, на котором выступал. Долгие месяцы подготовки ради минутного заезда. Все очень быстро. Нет времени на всякие раздумья. Четыре человека, дорожка 15 метров шириной. И надо за эти минуты столько проделать с таких нюансов, чтобы приехать впереди. Сейчас двукратный чемпион мира в личном зачете и четырехкратный в командном уже несколько лет руководит семейным делом. Но с самого детства Сергей знал, как работать руками. Сначала я работал учеником токаря, потом сварщиком. И кем только не пришлось работать. Но в жизни мне это очень пригодилось. Я в любой момент в мотоспорте приходится работать на всех станках, для того, чтобы мотоцикл подлетать. В начале 90-х гонщик ушел из спорта почти на 10 лет. Уже ветераном он участвовал в 2003 году в составе сборной Европы. Даже не выступая за родную страну, Сергей Казаков помогал соотечественникам победить. В тылу врага он выигрывал нужные заезды и мешал основным соперникам российской команды выходить в лидеры. С тех пор, как гонщик на трек он не выходил. Но мотоцикл, как самый верный друг, рядом и навсегда.